Добрый вечер, мои дамы и господа. С сердечным приветом из студии Карл Солен. Вот уже в течение месяцев западная пресса занимается тем, что клеймит Россию и Восточную Украину как злодеев и прямо-таки провоцирует вступление НАТО и Запада в войну. То, чем занимаются средства массовой информации под видом общественно-правовых учреждений, иначе называется пропагандой войны. Согласно Международному соглашению по гражданским и политическим правам, утвержденному 168 странами, известной в Швейцарии еще и как Соглашение ООН-2, любая пропаганда войны, как выступление за национальную, расовую или религиозную ненависть, подстрекающая к дискриминации, враждебности или насилию, запрещена международным правом. И тем не менее, идет ежедневное выявление лжи и пропаганды войны средствами массовой информации, как мы это видим на примере самого крупного в мире интернационального агентства новостей «Рейтер», главный офис которого в Лондоне. 23 июля 2014 года «Рейтер» опубликовала интервью с Александром Ходоковским, командиром батальона «Восток» Народного ополчения Юго-Востока Украины. Я цитирую. Александр Ходоковский признался, что на момент катастрофы малайзийского Боинга ополченцы Юго-Востока Украины имели в наличии воздушные ракеты системы БУК. Ходоковский опровергает информацию «Рейтер» следующими словами. Это просто очередная, высосанная из пальца сенсация. В информпространстве стало понятно, что ни Россия, ни ополчение к этой трагедии отношения никакого не имеют, и поэтому нужно было ситуацию немножко взорвать. К счастью, мы приняли меры предосторожности и записывали на видеокамеру весь наш разговор. Поэтому доказательства того, что в беседе со мной он не мог получить никаких конкретных сведений о наличии в ополчении БУКов имеются. Поэтому мы можем их предоставить и опровергнуть все эти инсинуации, которые возникли по результатам этого интервью, которое я давал, комментируя происходящее событие. Подробное шестиминутное интервью с Ходоковским вы можете сами посмотреть по ссылке в конце этого видео. Как это военной пропаганде свойственно, после опровержения Ходоковского, агентство Рейдер сообщило, что они продолжают настаивать на своей версии. Мои дамы и господа, как долго еще может продолжаться непрерывная ложь наших информационных агентств и общественно-правовых средств массовой информации, которые гоняют всю Европу в войну? Помогите остановить эту пропаганду войны, рекомендуя дальше наши передачи, ибо общественность имеет право на мир и на неизменно корректные голоса против. Доброго вам вечера и до завтра в это же время. Продолжение следует... Продолжение следует...